Куак. Соответственно, впереди у нас по-прежнему китаянка Бинг Вагень, с чем мы ее искренне поздравляем. Сейчас ее будут старательно обходить участницы этой разминки, потому что здесь спортсменки покрепче, поопытнее, более умелые. Вот вам положение. Да, 11 баллов китаянка выиграла у остальных. То есть, понимаете, что при ее юниорском катании, как выглядят остальные участницы этой разминки. Ну, впрочем, хуже, чем было две недели назад на турнире в Японии, по-моему, все равно не будет, когда отвалялись все. Включая Мао Асада. Тут, кстати, довольно-таки забавное сопоставление проявилось в дискуссиях на форумах, потому что все мы видели, что после короткой программы на турнире в Японии Мао Асада, в принципе, лидер японской сборной, оказалось довольно далеко. Восьмое место она в итоге заняла на том турнире. Ну, допустил кое-какие падения, тоже пыталась делать аксель. Ну, там было непонятно, все-таки она хотела сделать три с половиной оборота или нет. Наверное, нет, но, тем не менее, она оказалась на восьмом месте, а в Канаде Патрик Чен с тремя падениями в короткой программе оказался на четвертом месте, а потом и вовсе выиграл этот турнир, ко всеобщему удивлению. Так что разница в подходе, безусловно, видна. Не можем же, Май, сказать, что Мао Асада настолько хуже выглядит в компонентах, чем Патрик Чен. Перекос был, это однозначно. В судействе в Канаде это было очень грустно. Но выводов из этого никаких, естественно, не будет, потому что это все часть одной системы, которая устроена Международным союзом конькобежцев, где, в общем-то, перекосы случаются. Случаются они иногда в нашу пользу, иногда не в нашу. Поэтому все находится вроде бы в каком-то балансе. Люди дискутируют на форумах, обсуждают за кулисами, возмущаются, критикуют, а паровоз идет по своим накатанным рельсам. Итак, участницы следующей группы, всех вам уже показали, это Аманда Добс из США и Мирай Нагацу, также из Америки шведка Йоши Хельгессен, японки Акико Судзуки и Мики Андо, который, безусловно, здесь устроит нам чисто японскую битву в том числе, а это с симпатичными хвостиками Ален Леонова. Чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер чемпионата России. Девятое место на Олимпийских играх, седьмое место на чемпионате Европы. В этом году выступила в Финляндии и в Ницце, причем в Ницце стала первой. Любопытно, что вот в этом досье написан такой довольно-таки простой факт, что идолом, ну так написано, идолом Алены в фигурном катании является двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, по-моему, семикратная, Ирина Слуцкая, бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр. И, честно говоря, вот даже иногда и в прическе, и в костюмах вот нет-нет, да и проглядывается что-то вот. А, Ирина Слуцкая. Ну, совсем чуть-чуть. Это любопытно. Помните, был какой-то фигурист, я не помню, кто в прошлом сезоне он выступал, и у него было написано, что он... А, это же Чех, но не Вернер, а вот другой, господи, Брижина. У него было написано то, что он поклонник Джеффри Баттла. И прям вот издалека смотришь, ну, действительно, некоторые даже шаги и стиль катания немножечко перекликается с Джеффри. Вот как так бывает? Откуда это берется? Очень интересно. Ну, сама по себе Алена Леонова, кем бы она ни восхищалась, уже является самобытным организмом. В фигурном катании есть у нее и свой стиль, и свои плюсы, и минусы. Узнаваемые программы. Озорное катание. Иногда очень артистичное, когда все идет хорошо. Иногда... Отчаянное. Посмотрим, что в этом сезоне, на что решится ученица Аллы Пятовой. В хореографах значатся Светлана Король, Паскуалик и Мерленго и Ольга Воложинская. Здесь, на этом турнире, конечно, и будет непросто в этой компании. Было бы попроще на предыдущих турнирах, да, где компания была. Не очень удачно выступала вся компания. Здесь, например, вот Мирая Нагацу, которая заняла четвертое место на Олимпийских играх и была первой на чемпионате мира после короткой программы. Это серьезная соперница. Сайки Ко Судзуки, которая заняла третье место на прошлогоднем финале Гран-при, тоже может оказаться серьезной. Серьезно.